С федеральным законом об обороте земель сельхозназначения предусмотрено принудительно его изъятие. При этом полномочия по принудительному изъятию таких земель переданы субъектам Российской Федерации, полномоченным органам в субъектах, то есть конкретно в нашей республике, это Миномышество Чувашской Республики. Учитывая, что у нас контроль осуществляет федеральные органы исполнительной власти, а изъятие принудительно осуществляют органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Можно сказать, что в этой цепочке разрозненность, есть разорванная сама цепь. И поэтому для того, чтобы обеспечить взаимодействие всех органов, которые задействованы в принудительном изъятии, на сегодняшний день разработан порядок взаимодействия этих органов, которые участвуют в процессе принудительного изъятия. Сегодня на заседании Кабинета министров как раз данный порядок будет рассматриваться. Что же данный порядок предусматривает? Здесь предусмотрено, что федеральный орган, как я уже сказала, это территориальный представитель Росельхознадзора, Росреестра, проверяет целевое использование земель, осуществляет государственный контроль. Все акты проверки, кроме этого протокола правонарушения, предупреждения о нарушении земельного законодательства, эти документы, связанные с проверкой, предоставляют Минимущество. В последующем Минсельхоз делает заключение, проводит лабораторные исследования почвы. Если действительно произошло снижение качества почвы, и на основании актов проверки федеральных органов исполнительной власти делает заключение о целесообразности принудительного изъятия. После этого Минимущество Чувашской Республики уже обращается в суд с исковым изъявлением о принудительном изъятии данного земельного участка. При каких случаях возможно принудительно изъять земельные участки, они уже, как я уже говорила, прописаны в федеральном законе. Федеральный закон 101 ФЗ, статья 6. Там четко говорится, что если нерациональное использование земель, которое повлекло за собой ухудшение качества почвы, и если с момента возникновения права собственности данный собственник не обрабатывал земельный участок в течение трех лет. То есть эти основные причины, которые позволяют нам обращаться в суд с исковым заявлением о принудительном изъятии. Если будет положительное решение суда о принудительном изъятии, после этого Минимущества данные земельные участки выставляют на публичные торги. Вот в целом в сегодняшнем проекте постановления Кабинета Министров именно прописаны эти взаимодействия, взаимоотношения между органами исполнительной власти. Светлана Александровна, если проект действительно будет принят, начнет свою работу, вот сколько уже есть, скажем так, претендентов на то, чтобы действительно земля была изъята и выставлена на торги? То есть много ли у нас таких фактов? На сегодняшний день, по данным Минсельхоза Чуваши, более 20 тысяч гектаров земель не обрабатываются. То есть они не вовлечены в сегооборот. Ну, соответственно, можно сказать, что это и есть сегодня те претенденты, которые можно сегодня работать. Но в то же время, конечно, нужно отметить, что на самом деле судебной практики сегодня нет как таковой. И если даже мы начнем уже работать на эту дему, а на самом деле глава сегодня республики ставит эту задачу, то это опять будет, вот мы будем создавать эту судебную практику для того, чтобы действительно было ответственно самих собственникам по обеспечению целевого использования земель. Кроме этого, мы с вами тоже обсуждали, кроме принудительного изъятия, для того, чтобы собственники сегодня обеспечили целевое использование, есть и другие санкции. Например, налоговые санкции. Налоговый кодекс и предусмотрен. Если земля не используется по целевому назначению, то если земля слихозназначений по-другому, говоря, не обрабатываются, то на них можно применить повышенную ставку налога на землю. Если сегодня оно составляет 0,3% от кадастровой стоимости, если она целевым образом используется, а при нецелевом его использовании, то данный налог может увеличиться до 1,5% кадастровой стоимости. Практически это в 5 раз увеличение самого налога на землю. Кроме этого, предусмотрено и применение административных штрафов. Для граждан эти штрафы достигают до 5 тысяч, до 6 тысяч. Она достигает для должностных лиц и до 100 тысяч она достигает для юридических лиц.